Здравствуйте! Это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Сегодня поговорим о культуре, точнее об организации, которая занимается развитием культуры и творчества, сохраняя культурный код нашей многонациональной страны. В портфолио этой некоммерческой организации очень много ярких и интересных проектов. В партнерстве с ведущими специалистами формируют познавательные медиапрограммы, которые образовывают молодежь в сфере кинематографа, искусства, аналитики и СМИ. Сегодня руководство и участники проектов – гости нашей студии. Юлия Сартакова, президент «Аноха. Русская культура» и Анастасия Карманова, представитель «Аноха. Русская культура». Здравствуйте, уважаемые гости! – Елена, как приятно вас было слушать! Вот так красиво нас представили! Добрый день! Здравствуйте! – Здравствуйте! – Хотела сказать телерадиослушатели. – Уважаемые телезрители, самарцы, приветствовать. Ну что же, я знаю, что вы родом из Самары. Я попрошу рассказать вас немножечко о себе, как это говорится, краткие вехи биографии. – Да, я из Самары. Очень горжусь этим. Родилась я в Самаре, училась в сельскохозяйственной академии. Ну и вот шаг за шагом сложилась такая интересная история. Создалась компания «Ано. Русская культура», которая сегодня делает интересные проекты. – Очень такое озвучное, обезующее, я бы сказала, название «Русская культура». Почему выбрали именно название такое? – Я думаю, это всем будет интересно. Мы очень любим нашу страну. Наша семья уже, наверное, на протяжении лет 12 помогает в развитии творчества, творческих детей. И мы с моим мужем вкладываем и деньги, и время в различные проекты. И так сложилось с судьбой, что на протяжении 8 лет я активно занимаюсь таким проектом, как «Школьная красавица», где мы с девчатами сохраняем то, что было раньше в советские времена. Мы и готовим, и шьем, и создаем какие-то невероятные поделки. И помимо этого я так сложилась с судьбой, что мне предложили и сказали, давайте создадим автономную некоммерческую организацию, потому что время пришло, и название само нас выбрало. То есть здесь не мы что-то выбирали и хотели. И так сложилось, что вот оно освободилось, дали, сказали, давай, Сартакова, Юлия, вы сможете, у вас все для этого есть. Ну и все. Юлия смогла. Ну вы знаете, здесь Юлия не один человек. Наверное, Сартакова Юлия – это сейчас бренд, из-за которым стоит большое количество людей, команды. То есть это минимум 20 человек, которые ежедневно трудятся, придумывают, генерят идеи. Безусловно, это огромнейший труд. Я думаю, вы меня понимаете, Елена. Да, безусловно. И один из таких замечательных представителей сегодня в нашей студии – Анастасия Карманова. Мы вас представили как представитель «Оно русская культура». Расскажи, пожалуйста, Насте, мне и нашим зрителям о своем участии в проекте «Русская школьная красавица». Мне очень понравилось участвовать. Там делали много разных поделок. И в конце нам сказали делать костюмы. И некоторые участники делали из пакетов, из тканей. И получились они очень красивые. Так, ну а ты скажи, из чего делала костюм? Расскажи об этом. Я делала костюм «Феникс». Он получился очень красивый. А много вообще было? Яркий, я бы даже сказала. Яркий, ну разумеется, если «Феникс», конечно. Вот я, кстати, не зря говорила, «Русская красавица». Ну вот действительно, да, перед нами сидит Настя, очень красивая девочка. А скажи, пожалуйста, вот рядом с тобой сидит Юлия Сартакова. Дружите вы с ней? Расскажи мне, пожалуйста, о ней. Она занимается много проектами, создает сама проекты. И мы все знакомимся с новыми людьми благодаря нашей команде. Да, ну а вот самый такой яркий проект на твоей памяти, в котором ты принимала участие, в котором бы еще захотела принять участие, есть ведь такие? Расскажи нам. Школьная красавица. Так, а еще? Пока один, да, который так впечатлил этот проект? Ну а командировки, вот мы ездим, интервью берем у разных людей. Тоже, мне кажется, да, так ярко. В Сочи недавно ездили. Но об этом позже мы расскажем. Да, давайте поподробнее вообще о проекте «Школьная красавица». Как он был задуман, воплощен, ну и, конечно, для чего вообще все вы это делаете? Значит, много-много лет назад есть такая школа номер 46 на Советской армии. Там есть замечательный директор, который работает там по сей день. Невероятная, интересная женщина, которая в свое время разрешила нам провести мастер-класс «Школьная красавица» на территории школы. И это все переросло, как вы видите сейчас, в интересную, да, интересную масштабную историю. Изначально мы строили проект как формат конкурса. Но мы увидели, что не могут маленькие дети вот в таком формате соревноваться. Потому что каждый талант, талант нужно раскрывать. Как происходит, вообще, что такое проект «Школьная красавица»? Ну, название, возможно, вам слышится, что это что-то про красоту, да? Да, про красоту, про моду, возможно. А как же слово «школа»? Почему вот никто не раскрывает школу? Школа, школьное время. 11, 10 лет – это то время, когда ребенок учится. Вообще, ребенок учится каждый день. Он играет в куклы, он учится. Он на машинке играет, он учится. Каждый божий день ребенок учится. И в школу он что приходит делать в первую очередь? Получать знания. Но ведь, по сути, дети там играют. Дети играют, веселятся. И мы увидели некую такую потребность от родителей, запрос, что детям и нужно учиться дружить. Ведь математика и русский у них ежедневно есть в школе. А их не учат, как создавать семью, как дружить, как делать свой проект. Нет такого урока, который говорит, вот сегодня мы будем с вами учиться, как дружить с мальчиками. Ну, нет такого урока. А ведь, выходя из школы, работодатель потом берет на работу ту или иную девочку. Эта девочка встречается с историей институт семьи. И вот это все, оказывается, должно ложиться на что? На компании некоммерческие как раз-таки. Вот мы, собственно, и создавали проект, где мы даем возможность разностороннего развития. Дружить, мастерить, творить. Да, я с вами соглашусь, но все-таки, наверное, такие понятия, как дружить, наверное, все-таки идут из семьи. Если еще и это перекладывать на школу, то школа, наверное, будет протестовать как минимум, мне кажется. Слушайте, ну я безусловно с вами согласна, но ведь в этом и есть смысл. Я безумно рада, что система наша с вами сейчас так создана. Есть понятие бизнес, который помогает двигать, зарабатывать деньги. Есть государство, которое огромную помощь и вообще регулирует все процессы. Есть некоммерческий сектор, который соединяет предпринимателей и соединяет, соответственно, с государством. И вот мы как раз-таки некоммерческий сектор должны брать на себя эту ответственность, разрабатывать проекты, которые позволяют развиваться обществу. Ну вы представляете, какая нагрузка на родителей, тем более сегодня. Конечно. Вот раз заговорили о деньгах, давайте поговорим и о финансировании. Как вам удалось его организовать изначально, ну и где берете деньги на свои многочисленные проекты? Уж простите, если я спрашиваю вас о финансах. Так, ну, во-первых, большую роль играют родители. Они являются попечителями нашими и, конечно, они содействуют. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок... Чужих детей не бывает. Давайте начнем с этого. Очень хорошо помогают нам наши родители. Плюс у нас есть партнеры, которые заинтересованы, скажем так, концепцией интересов. Есть такое понятие, да, это второе. Ну, безусловно, у нас есть благотворители, попечители, которые на безвозмездной основе просто любят свою страну, свою родину и хотят, чтобы действительно русская культура развивалась и сохранялась традиции наши. Просто любят нашего президента, нашу страну и хотят всячески оказывать содействие. Благодаря им, собственно, все двигается. Да, спасибо. Давайте обратим внимание на Анастасию. Анастасия, сейчас мы в скором времени будем смотреть твой клип, который называется «Мой край родной». Ты исполняешь песню. Наши телезрители уже до этого познакомились с ним на нашем канале. Неоднократно он показывался. Расскажи об участии в клипе. Что тебе понравилось и запомнилось больше всего, когда записывали песню? Ведь это такое событие для человека. Мне понравилось больше сниматься с лошадью и быть в деревне. Так. Ну а исполнять сложно было? Частично. Частично. А вот слова такие патриотические. «Мой край родной». А что для тебя значат эти слова «Мой край родной», Настя? Что? Ты где родилась? Ты откуда сама родом? В Красном Яру. В Красном Яру. Ну, Самарская область – это, наверное, да, и есть твой любимый край родной. Верно? Настя, застеснялась, потому что широкое понятие такое. Все понятно, конечно, да. Ну что же, давайте тогда мы обратимся как раз к твоему клипу. Я думаю, что слова песни скажут многое, да? Давайте посмотрим все вместе и потом далее продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот знаете, мне прямо вот сразу на память такие строки Здесь русский дух, здесь Руси пахнет Вот задумка клипа была какая, Юлия? Так, ну у нас есть наш генеральный продюсер Которая, собственно, выстраивает концепцию и съемки И вообще, раз мы русская культура Мы должны популяризировать всю нашу красоту Нашей страны, нашей родины Ну и задумка очень простая Контента разного много Давайте делать контент, который просит душа И даже если мы сейчас смогли сделать клип, который увидела 500 тысяч просмотров То среди этих 500 тысяч просмотров, я думаю, включится тот культурный код Который есть в нашем ДНК Поэтому шаг за шагом Я думаю, мы придем туда, куда нужно Ну это, я так полагаю, не первый был клип, который был снят? И уже вот, да, путем проб, возможно, ошибок Вы пришли именно вот к той идеальной концепции, да Которую вы сейчас, наверное, продвигаете? Первый клип мы снимали на тему, значит, первоклашка Популяризация школьной формы Я считаю, что это очень важно И безусловно Согласна полностью Я живу в Москве, и у нас 30% школ считают, что школьная форма не нужна Вот как раз школьная красавица Это пропопуляризация школьной формы И традиции, традиционного воспитания детей Где есть мама и папа Вот И здесь, в данном случае, мы хотели показать, что действительно деревня, поля Вот вы сказали, как вы пришли к этому, был ваш первый вопрос Вы знаете, мой папа меня привез в горы, в Жигулевске И сказал, доченька, посмотри, это твоя страна Это все твое, посмотри Это мне было 8 лет 8 лет И я хочу, чтобы все детки понимали, что это ваша родина, ваша страна Наш край, наша Самара, это место богов Здесь мы растем в таких красотах Мы каждый день можем видеть горы, нашу Волгу Мы все это должны беречь К нам после чемпионата Посмотрите, сколько туристов к нам ездит Как говорят о Самаре Самара, это невероятное место И я считаю, мы должны гордиться Я из Самары, я этим горжусь Что мы еще, тем более, живем в таком многонациональном городе Ну что же, Артем, да, слово тебе сейчас Да, расскажи, пожалуйста, о своем участии в «Оно русская культура» Что тебе нравится? Больше всего, может быть, в каких проектах участвовать? Ну и как ты сам выделился? То есть твоя сестра, участница клипов, ты что? Я беру интервью Также в «Оно русской культуры» есть многие направления Я занимаюсь направлением патриотизм Недавно мы высадили в Красном Миру аллею героев Мы посадили деревья, да? Да, деревья Так, ну то есть ты, можно сказать, мой коллега Ты юный репортер Расскажи, у кого и на какую тему ты брала интервью? Я брала по теме патриотизм Я брала интервью у Левина Алексея Гавриловича Так, кто это? Это человек, который создал разговоры о важном в школе И также председатель штаба трудовой доблести Ну и что он тебе интересного рассказал? Он нам рассказал то, что надо беречь свою родину Не засорять, а наоборот Защищать Сажать деревья, не мусорить Ну, вспомни, в первую очередь Алексей Гаврилович сказал, что Труд украшает человека Вспоминать труд, труд, труд Герой труда Это один из... Господи, очень много можно заполнить времени Времени Левина Алексея Гавриловича Это герой труда, в первую очередь Спасибо большое Еще обратимся к твоей персоне Поговорим с тобой Юля, я еще хотела вас вот о чем спросить Скажите, а как вы подбираете проекты? Как вы выбираете, в каком проекте вы будете принимать участие? Кто определяет тематику, направленность? Вот вы сказали, вы формируете вот такой качественный контент Как происходит его наполнение? На самом деле структура у нас И вообще, скажем так Для того, чтобы создать проект Есть семь этапов Это знает любой управленец Любой руководитель Вообще любую задачу, чтобы решить Нужно пройти семь этапов Даже вот просто элементарно снять сегодняшний процесс Есть семь этапов Вот первое, что мы сделали За последние несколько лет Мы создали такие некие реперные точки Это формат, это конференции То есть мы собираем молодежь и ребят на конференции Где мы обсуждаем актуальные для них темы Значит, это первая история Соответственно, на данные конференции приходят 10+, 14-15 лет Ребята Ребята знакомятся со спикерами С известными личностями С блогерами, с учеными И, соответственно, обсуждают в режиме Вот живом Конкретную тему Ну, одни из таких конференций были И мечте на встречу И культура и успех И как успех влияет на развитие человека В целом И на проекты И что такое успех Ну и помимо этого Также мы обсуждали всеми Известные соцсети Которые, к сожалению, влияют На наше поколение очень сильно Вот Это то, что касается конференции Задача развития этой истории В 89 регионах Школьная красавица И сразу же вопрос А где же мальчики? И разработана программа Лидеров деле Это история про аналитику Это как раз про медиа образования Я однажды услышала От какой-то из звезд Такую фразу Весь мир сейчас это цифра И вот кто успел Тот и станет лидером Это было до истории Ну, года два назад Я вот считаю, что интеллект Время интеллекта И мы должны сейчас Максимально Не торопиться куда-то в цифру А заниматься интеллектом Вкладывать в свое образование Интеллект В свое развитие И вот безусловно Не знаю Уместно ли это будет Как-то не звучит у меня Слово Искусственный Есть интеллект Человеческий Данные от природы И невозможно Ничем его заменить Невозможно Ничем Приятно слышать Скажи, пожалуйста, Артем А какие интересные места Ты посещал Вот в составе Делегации Оно русская культура В Самаре Мы посетили Дом офицеров Так И встретились С Екатериной Колотовкиной У нее мы тоже Взяли интервью Так О чем рассказала Интересно Екатерина Екатерина Тоже Патриотизма И тоже говорила То, что Надо беречь Ну, а так Она задействована Нашей военной операции Скажи, а ты уже думал О том Какую профессию Ты в будущем выберешь? Я думаю То, что Я продолжу Свой семейный бизнес Мама и папа И На строительных материалах И будешь в нем успешным Да И построишь еще Аналитические лагерки Да Твое участие В русской культуре Скажи, вот Встречи, проекты В которых вы участвуете Вот Идет на пользу Лично тебе Твоей сестре В вашей семье Да Мы работаем Не на себя Не чтобы мы стали популярными Мы работаем на общество Чтобы Допустим У Насти Вот клип Посмотрели Водушевились Это правда Этим клипом И подумали Ого Девочка так классно поет А может быть и я Тоже Смогу так же Да И вот так вот Ну то есть К вам могут обратиться Юные таланты Конечно Вообще Кого вы ждете Во свою организацию Наша дверь для всех открыта Да Я честно скажу Когда слышу Вы знаете У нас строгий отбор А мы открыты А останутся те Кто понимает Что такое труд Кто готов к этому труду И готов Учиться Потому что Когда мы Еще раз повторюсь Посоздавали проект Школьная красавица 8 лет назад Изначально Это была история Про моду Про красоту Правильно Здесь все подмечают Но в процессе Когда распаковывали проект Ведь мы же с девчатами И делаем цветы И шьем Какие-то одежды Интересные Игрушки И учимся готовить То есть По сути Это история Про успешную Девчонку Которая будет Попробует В проекте Школьная красавица Разные Возможности То есть Пожалуйста Приходите Пожалуйста Смотрите Пробуйте себя Но вот допустим Снимать клип Это ведь труд Это ведь нужно Учиться хорошо В школе А потом После На съемке Учить музыку Сольфеджио Вы понимаете Это труд Поэтому Вот мои дети Полина и Софья Софья занимается Теннисом Но тем не менее Она максимально Старается Уделять время Нашим Всем проектам Это труд Да Ну расскажите Пожалуйста Над какими проектами Работаете Сейчас И вообще Планируете ли Расширение Проектов по городам Одна задача У нас Еще раз повторюсь Сделать так Чтобы в каждом Городе Нашей замечательной Великой страны Жил проект Школьная красавица Также Конференции Для подростков Для Деток наших И детская премия Которая Также родилась В городе Самара И доросла до Москвы Мы получали Гранты Нас поддерживал Собянин С нашим проектом Более того В том году Наш проект Показывали В метро Москвы Поверьте Это очень солидно Достичь такого уровня В течение нескольких месяцев Показывали нашу премию И нас Мы награждены Что мы молодцы В общем Вот Вот основная задача Развивать премию Развивать проект Школьная красавица Развивать Наш медиа центр И развивать конференции Я хочу Чтобы студенты Могли все это Сами создавать Это для них Профориентация Очень серьезная И для деток Для наших Творчества Поэтому Даль одна У нас с вами Да Ну что же Завершаем Наш разговор Вот так быстро Пробежало наше время Хочется поблагодарить вас За такое очень теплое интервью Артем Заключительное слово Хочу предоставить тебе Скажи пожалуйста О чем ты мечтаешь Я мечтаю Чтобы Мои родители Никогда не болели И Ну и конечно Юле Евгеньевне Желаю Чтобы Она Развивала свой Свой проект И все было хорошо Ну с вами Как говорится Молодец Глаголит истина Ну что же Юля Заключительное слово Вам что бы хотели Пожелать Наверное Своей организации Лично себе Ну и партнерам И многочисленным Многочисленным друзьям Которых вы приобрели Уже на территории Всей России Я уверена Я хочу Во-первых Поблагодарить Всех тех людей Кто причастен К этому Искренне Каждого человека Кто вложил Свою лепту В становление Этих проектов Благодаря вам Это все произошло Хочу поблагодарить Педагогов Потому что Благодаря директорам Школы И педагогам У нас получается Реализовывать события Именно они Они дают информацию Родителям И детям А пожелать Я хочу Верьте в себя Это Очень важно Никогда не сдавайтесь И знайте Вот мы родились В нашей стране Мы здесь нужны Мы здесь можем Создавать Творить Невероятные проекты На пользу Обществу И которые вам Принесут рост Рост вашей карьеры И вашей семьи В первую очередь Нужно быть На светлой стороне А наша территория Наша земля русская Это светлая сторона Любите Свою землю И своих родителей Спасибо большое вам Спасибо большое Спасибо всем тем Кто был сегодня с нами Вы смотрели программу Город ТЭС Всего хорошего До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok